Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 23 мая и сейчас вот это видео будет очень-очень короткое. Снимаю его по поводу белокрылки и мне сегодня, я вот решила снять это видео только потому, что мне потребовалась ваша помощь. То есть помощь тех, совет тех зрителей, которые уже встречались в своей жизни с белокрылкой, которые возможно боролись. Я когда читала все рекомендации, которые рекомендации, советы зрителей, меня почему-то очень, как сказать, сбило с толку и удивило, что вот про Актору, я Актору купила вот такую вот гранулированную, развела, делала обработку листовую. И я встретила очень много комментариев, что нельзя делать обработку по листу, нужно делать обязательно полив. Но у меня-то еще рассада не в земле, она стоит в стаканчиках, и я не знаю, как вот делать полив по этим стаканчикам, я обработала по листу. Почему я так сделала? Потому что я всегда, когда, перед тем, как применить препарат, я всегда читаю подробную расширенную инструкцию. Обычно мы, когда покупаем пачку в магазине, нам дают вот такую вот упаковочку, и там ничего, фактически никакой инструкции нет. Я всегда или от производителя, или просто инструкцию расширенную читаю. И когда я прочитала про вот эту вот Актору, сейчас вам скажу, что... И тут написано, что варианты использования распыление, припосевное внесение и полив. То есть указано все три вот этих способа воздействия, и написано, что происходит всасывание через корни, листья, ствол и соцветия. Я поняла, что его можно использовать и поливом, его можно использовать и распылением. Я вам специально вот справочник прочитала. Видите, про пестициды, инсектициды, акорициды сельскохозяйственные, как вот в сельском хозяйстве применяют. И тут тоже написано, что опрыскивание в период вегетации, внесение в борозды делают иногда, и при капельном поливе. Короче, вот по всем этим инструкциям я подумала, что можно хоть полить, хоть опрыснуть. Но комментарии по-прежнему приходят, что нужно только поливать, только поливать грунт. Я понимаю, если бы у меня было в теплице, например, я полила бы землю и все. Но так как у меня в стаканчиках, их же там много-много и очень сложно полить, это надо их все выставлять. Короче, я прошу вашего совета. Отзовитесь, пожалуйста, люди, которые применяли, и поясните мне, можно ли Актору применять способом опрыскивания. Я это спрашиваю, потому что ни разу в жизни не было белокрылки. Я знаю, что все остальные вредители мы по листу обработкой работаем всегда. Да, вот яблони, груши обрабатываем, я смородину обрабатывала, и все это прекрасно работает. Но почему люди пишут, что нельзя опрыскивать по листу, что нужно только поливать? Действительно ли это так? И поясните, пожалуйста, подробнее, где вы нашли эти сведения? Потому что, вот читая вот эти вот справочники профессиональные, я вижу, что и такое, и такое, ну как, тут можно сказать, что все варианты указываются. Все, я не буду растягивать надолго, просто я хочу, нуждаюсь в вашем вот таком пояснении, в совете от тех, кто использовал вот такое средство, как Актора. Опрыскивали вы или все-таки поливали? Возможно, это опрыскивание будет бесполезно, но я вот читаю вот эти научные статьи, там все-таки написано, что всасывается через листья, просто вот через какое-то время они должны умереть. Я сегодня уже покажу результаты своей борьбы, что нифига она не сильно не умирает. Я вот вчера уезжала же в деревню, ну, внучку поздравлять. Пришла, проверила оранжевый гномик, даже на оранжевом гномике еще под пакетом, белокрылка еще целая, невредимая. Она действительно, вероятно, неубиваемая. Спасибо всем, кто поздравил меня с днем рождения внучки. Вот вчера фото делала, 5 лет ребенку ждет, когда задувать свечи. Вот это вот моя красотка, еще один синеглазый ангелок. Все, спасибо, жду ваших советов. Очень надеюсь на такой, как сказать, обстоятельный ответ. И когда вы пишете, что нельзя опрыскивать, вы объясните, где вы взяли данные, где-то прочитали в печатном издании или исходя из собственного опыта. Я очень надеюсь на такие ответы, так, подробные, потому что борьба продолжается. Уже несколько белокрылок поймала на липучку, но мне хочется сделать обработку, чтобы умерли все сразу. Я понимаю, что это сказочное желание, но хочу. До свидания, желаю всем успехов, удачи, чтобы не встретилась в вашей жизни белокрылка. С вами была Ольга Чернова, жду помощи.